Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать по поводу федерального закона номер 140, который в сентябре у нас вступает в силу. Данный федеральный закон вносит изменения. Федеральный закон об ипотеке, конкретно у нас дополняется статьей 37.1, федеральный закон, который говорит о самостоятельной реализации залогодателем физическим лицом заложенного имущества. То есть речь идет о чем? Что заемщик взял ипотеку, но видимо не справился с ипотечной нагрузкой и решил продать. Так вот именно эта ситуация и регулируется федеральным законом. Что же там появляется? Ну, во-первых, появляется заявление о самостоятельной реализации, которое заемщик может направить в банк. В принципе, даже без этого закона никто не запрещал заемщику направить в банк заявление о том, что я собираюсь самостоятельно реализовывать объект недвижимости. Также у нас появляется перечень оснований для отказа в реализации. Значит, такой отказ у нас банк должен направить заемщику договорным способом. То есть, если в кредитном договоре оговорен способ, допустим, заказные письма, то заказным письмом. Если не оговорен способ, то заказным письмом. В общем, в любом случае, похоже, будет заказное письмо от банка в течение 10 дней. Да, раньше это могло занимать и 30 дней. И вообще остаться без ответа такое обращение. Значит, в закрытом списке оснований для отказа указано то, что банкротство внесудебное совершенно четко не дает заемщику право пользоваться такой реализацией имущества. И имущество заложили нескольким залогодателям для обеспечения разных обязательств. То есть, речь идет о последующей ипотеке. У нас это пока диковинка в законе, это предусмотрено. Но я вот пока с 2005 года введения закона об ипотеке не видел ни одного пакета документов с последующей ипотекой. Предполагаю, что они есть, но они настолько редкие, что даже я их не видел. Несмотря на то, что я ипотекой занимался в 2008 году достаточно плотно, но, в общем, пока это для нас диковинка. Недвижимость является предметом предшествующей и последующей ипотеки. Но это как раз ситуация, в которой я только что сказал. То есть, у нас разные обязательства для залога и ипотека основная и последующая не дают возможности таким заниматься. Значит, у нас уведомление о согласии на такую реализацию внесудебную, фактически, имущество должно содержать. То есть, банк должен сообщить о объем требований залогодержателя. То есть, видимо, остаток суммы задолженности, проценты накопившиеся, ну и, видимо, неустойки. Соответственно, порядок расчетов при таких операциях – это либо банковский счет, либо согласованный с банком счет. Так вот, по поводу счета, я думаю, что вряд ли банк даст согласие на реализацию объекта недвижимости, если будет использован какой-либо иной счет, нежели счет этого банка. Поскольку, фактически, заемщик может обналичить объект недвижимости, получить деньги на свой счет, но и как бы их куда-нибудь умыкнуть подальше от банка, а банк останется без залога и с денежным обязательством, ничем не обеспеченным. Поэтому, вряд ли банк даст согласие на реализацию объекта недвижимости, при расчетах которой будет использован какой-либо другой банковский счет, не подконтрольный этому банку. И, соответственно, банк должен сообщить в таком письме дата начала и окончания периода реализации. Так вот, на период реализации у нас по федеральному закону относится 4 месяца. Немного по современным меркам, особенно с учетом того, что рынок недвижимости медленно замирает, поскольку ипотечные ставки растут, а иных способов приобретения объекта недвижимости, кроме как ипотека, но у нас пока нету, точнее, рабочих способов. Так-то у нас есть и ЖСК, и прочие инструменты, но с учетом растущего рынка они не успевают давать возможность людям накопить на объект недвижимости. Соответственно, с даты, когда банк получит такое заявление, нельзя обращать взыскание на недвижимость. То есть, фактически, заемщик таким заявлением может затормозить все судебные процедуры, не начавшиеся на 4 месяца, то есть, некие моратории получается. Но это не говорит о том, что в этот период заемщику не будут начисляться неустойки за просрочку, допустим. В идеале, конечно, банк может как-то там эту неустойку срезать по собственному желанию, но вряд ли они будут это делать охотно. В общем, без какого-либо пинка вряд ли неустойку за эти 4 месяца, за период реализации можно будет так легко срезать. Если залгодержатель, то есть банк откажет в такой реализации, то вот эта моратория 4-х месяцев, естественно, не будет действовать. При этом банк может помогать в реализации у нас такого жилья, оказывать какое-то содействие, видимо, там может консультации специалистов своих давать. Но эти расходы банку не могут быть возмещены за счет денег от реализации этого имущества. То есть, продажная стоимость, она должна пойти в погашение ипотеки и остатки быть отданы заемщику. А то, что банк какие-то свои усилия приложил, это должна быть какая-то другая сумма, которую ему возмещать. Есть, конечно, банк захочет возмещения за эти услуги. Залгодержатель возвращает заемщику разницу между итоговой суммой и остатком суммы задолженности, неустойками и набежавшими процентами. Таким образом, заемщик более-менее защищен, порядок у нас появляется. Но сам порядок, в принципе, мог быть реализован и без данного федерального закона при наличии желания банка, которое частенько не возникало. То есть, банк дает деньги, получает залог. А дальше, ну, по практике у нас было, что заемщик прыгает как хочешь. Сейчас вот эти отношения более-менее отрегулировались. Ну, по крайней мере, мы теперь видим взгляд законодателя на эти отношения. И судя по тому, что запросы на комментирование данной темы уже поступают в федеральный закон 140 ФЗ от 16.06.24, сейчас будет очень сильно цитируем. Судя по последним комментариям и статьям о перепланировке, как у нас поменяли чудовищный закон, что люди теперь ничего не могут, комментарии, думаю, будут из этой же области. Поэтому вот я пишу данное видео, чтобы как-то опередить волну непонятных комментаторов. Надеюсь, это хоть как-то поможет. И ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok